Заброшенная промзона, полуразваленные здания из белого кирпича с протекающей крышей. Так выглядит место, где сейчас базируется 22-й Харьковский батальон. Это тот самый батальон территориальной обороны, вокруг которого было немало скандалов. Изначально батальон был сформирован для защиты границ Харькова, но позже был переброшен в зону АТО. Добраться до ребят было сложно как родным, так и волонтерам. Связаться с бойцами можно было лишь по телефону, и то не всегда. Неведение породило много слухов, мол, бойцы спят на полу, пьют чай из травы, голодные и босые. И вот, наконец, перемирие. Воспользовавшись этим, мы сразу же отправились в место локации 22-го батальона, чтобы посмотреть, как они живут и пообщаться с бойцами лично. Полуразваленные здания где-то на окраине Луганска. Тут живут бойцы 22-го Харьковского территориального батальона. Вот эти самые полевые кухни наши. Вот здесь получают люди, получают питание, кушают за столиками и все. Здесь у нас вода привозная, вот ручка, все есть. Где помыться, где покушать. Готовим все, то, что должно быть в армии с тушенкой. Крупы, макароны, супы разные, борщ тоже готовим. Ну, тоже им читаем я и мои три товарища. Мы только недавно сюда переехали, а потому, как бы немножко тут грязно, не убрано. Ну, пока обживаемся, первый день, второй. Там будет лунной лучше. Ну, вот так, все нормально. Что помируете сделать, ведь обживаемся? Ну, буручку сначала убрать. Ну, а там расположение получится сделать. Может, отопление провести. Как вы это сделаете? Ну, есть же бружуйки. Можно их поставить. Холодно? Да ну как, временами нет. У нас есть спальные мешки, нормально, у них тепло, в принципе. Да, это вот мой товарищ, боевой товарищ, Юра. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже тут живете? Ну, тут живем. Ну, и рассказывайте, как вам тут живется? Как живется, ну, как видите, как живется, как на войне. Распорядок дня тоже военный. Зарядка, наряды и боевые задания. Основное – это заступление в караул на блокпосты. На камеру никто не жалуется, говорят, условия, конечно, тяжелые, но вполне сносные. Здесь много с одного района людей, которых я не видел, теперь как братья. Отец, дедушка, все остальные. У нас просто в батальоне я и еще один парень, самые молодые, все остальные взрослые вроде бы. Да, как дети здесь батальоны. Ну, и так вот у нас и идет. А так, все нормально. Жаловаться, кажется, не на что. Проблема батальона в другом. У ребят практически нет тяжелого вооружения. Довольствуются малым. На днях им привезли зенитку 50-х годов. Что вы? Беспилотники или спилотники? Зина пулемета установлен. А когда будете испытывать? Проблема батальона в другом. Да? Да. А, кстати, как относитесь к слову «перемирие»? Нашего солдата похвал. Нет брони. Вот. Бронетехники. У нас вот, это, в этот момент, это наше самое тяжелое оружие, которое будет и нас состринковало. То есть, мы выполняем задачи. То есть, мы должны стать третьим кольцем. Но почему-то мы с темно-передовой. Нехватка оружия сказывается не только на боеспособности батальона, но и на психическом состоянии бойцов, говорят. Нет уверенности, чувства защищенности. Скажу честно, просто дай бог, чтобы вот у нас в Харьковской, чтобы вы не видели такого, что видели мы. Чтобы не видели, как бьют грады и врага. Понимаете? Это страшно. Скажу честно, это страшно. Просто здесь молодые ребята, которые нервы тоже нападили. Нужна просто какая-то реабилитация, какая-то ротация. Пятый месяц уже, понимаете? И с каждым днем все горячее, горячее. Как бы мы не трусим, мы воюем, мы стоим. Это тоже обидно. Такие нагрузки выдерживают не все. Пару дней назад один из бойцов покончил жизнь самоубийством. Сдали нервы. Два дня назад случилось в батальоне «Горе». Солдат заострелился. Сказалось сильное моральное напряжение. Увиденное на фронте. Поэтому психика не выдержала. Не выдержала психика и у его друга. Он также пытался покончить жизнь самоубийством. Да, они вместе дружили. Вместе служили, вместе жили. Ну, слава богу, остался жив. Видеть ребятам приходится действительно немало. Каждый день с поля боя они увозят новые трупы. Возьмемо багато. И двухсотик, и трехсотик. То, что там в новинах показывают, и сетистикой кем. То, нет, очень много. Вдвуче, в тридцать. Пять раз больше. В самом же батальоне, по сравнению с другими, потери минимальны. Всего два погибших. Командир поясняет, это просто. Я думаю, удача. Правильное руководство. Нет излишнего риска. Поэтому, дай бог, чтобы не сглазить. Чтобы в настоящий момент, среди других батальонов, в этом батальоне, наименьшие потери. Как это в секторе. Так что будем надеяться, что он так и останется. Вот так. Несмотря на все усилия бойцов, показать, что они сильны и готовы продолжать бой, невозможно не заметить. Они морально устали и почти обессилены физически. Дело в том, что, конечно, люди устали. Устали от того, что, знаете, психологически достаточно сложно с мирной жизнью быстро переключиться на войну. Сюда пришли люди, которые служили в армии, но большинство людей, которые не служили в армии. И им очень сложно с мирной жизнью перейти на военную. И это оставляет свой отпечаток. Люди из мирной жизни, с теплой постели попали на войну. Это естественное состояние растерянности. Это естественное состояние, когда человек испытывает раздражение. Некоторые теряют самобладание. Это есть. В критической ситуации люди, знаете, по-разному реагируют. И, к сожалению, есть такие, которые реагируют достаточно, скажем так, неадекватно, можно так сказать. С вопросом морального состояния бойцов вроде бы разобрались. А вот что делать с отсутствием оружия? Не в всех подразделах должны быть танки, БТР, летаки, минометы. У каждого подраздела есть свои задачи, которые он выполняет. Поэтому вот так говорить, что нет тяжкого оружия, ну, это, наверное, неправильно. А вы хотите, чтобы цена передовой, и вы не заду по сути? У нас, понимаете, у нас такая ситуация, что нет ни передовой, нет ни тела. Остается открытым и вопрос, который волнует как самих бойцов, так и их родных. Когда ребят отпустят домой. Руководство Харьковской области в очередной раз составило письмо в Генштаб с требованием или вернуть 22-й батальон в распоряжение областного подчинения, или сформировать новый батальон для выполнения поставленных задач. Отвести это письмо лично министру обороны взялся губернатор области Игорь Балута. Результат будет ясен в ближайшие дни. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057UA.